Роман Тимофеев Ну, если без шуток, то, конечно, не знаем мы секретов счастливого брака В научном смысле этого слова Потому что, ну, пока нет каких-то оснований у ученых пока считать, что вот достоверно как-то действительно это можно утверждать Но мы знаем на реальном практическом опыте некоторые вещи И мы знаем, что есть три очень важных вещи Первое — это доступность супруга Его эмоциональная доступность Если я обращаюсь к своему супругу, я могу рассчитывать на то, что я могу до него дотянуться, достучаться Что он здесь, что он ответит мне, что до него можно дозвониться, если нужно Что если мы договорились поговорить о чем-то, что с ним можно поговорить Что он не убегает от каких-то разговоров, которые я хочу с ним иметь Это первое Второе — эмоциональная вовлеченность То есть, хорошо бы, чтобы мы знали о том, что друг у друга в жизни происходит Чтобы мы знали, чем интересуется супруг, чем он живет, что для него важно Как его приоритеты сменились Даже просто на элементарном уровне песня Какая у тебя любимая, вот сейчас А последние две недели или, не знаю, последний месяц С кем ты ближе общаешься на работе То есть, даже вот таких вещей Это очень важная, мне кажется, вещь Самая важная, я бы сказала Ты прямо идешь, я тебе скажу честно По всем таким, знаешь, по всем сюжетам советских фильмов Где вот действительно Тебе совсем не интересно, чем я занимаюсь на работе Тебе совсем не интересно, что я делаю, что происходит в моей жизни Что я слушаю, что я смотрю Ну, правда, я имею в виду, когда люди начинают выяснять отношения Почему, что не так Ну, собственно, и вовлеченность И не только как бы тематическая такая Да, вот как, да, просто спроси, чем ты занимаешься, что для тебя важно Но и вовлеченность такая эмоциональная Что если ты говоришь о чем-то, меня это трогает Да, потому что это про тебя, а ты мне важен Да, что человек, если важна тема, это нас трогает Но если важен человек, это нас трогает тоже Вне зависимости от того, какая это тема Да, что если, не знаю, муж занимается рыбалкой Жена не знает ничего, ни про какие типы Там, я не знаю, какие типы Наживки, наживки Да, 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 удилищ Вот это сразу большая опасность для такого брака, да, в будущем Это вторая вещь И третья Значит, первая была доступность Вовлеченность Доступность, вовлеченность и отзывчивость, да, что если ты ко мне с чем-то обращаешься, я отвечаю тебе, я встречаюсь с тобой на том уровне, на котором ты ко мне обращаешься Что если у тебя есть грусть, то я не стану просто тебя вот сразу же как-то, ну ты не печалься, да, там как-то убери эти все чувства Не оставь негатив за дверью нашего дома Работу не приноси домой, да Что если ты ко мне обращаешься с какими-то чувствами, то я на этом уровне с тобой готов встретиться И я готов там с тобой быть Это довольно трудно делать, потому что мы же как, у нас же заражение эмоциональное происходит, да, мы как эта русская деревня, да, один загорелся, второй сразу загорелся, да Ну вот это вещи, которые, конечно, нужно делать для того, чтобы брак был счастливым, долгоиграющим Ну это, конечно, звучит очень здорово Не зря говорят, что первые пять лет брака, если это была большая любовь, то, в общем-то, там все хорошо и прекрасно А вот через пять лет начинают возникать какие-то не то, что трещинки, но, во всяком случае, вот, как ты говоришь, эмоциональные незаинтересованности друг к другу Связанные с тем, что появляются новые профессиональные интересы через пять лет, появляются там, возможно, новые друзья, еще что-то И уже нет такого большого количества внимания друг к другу, да И что возникает? Возникает выяснение отношений Всегда на уровне, ты меня не любишь, а я тебя люблю Во-первых, это может начаться и намного раньше, кстати говоря Во-первых, это начинается намного раньше А во-вторых, собственно, если оно начинается только на пятый год, это вообще тревожный знак А я тогда не понимаю, чем они занимались все эти пять лет Потому что сначала идет притирка друг к другу, да Нужно же понять, кто чего ест на завтрак, кто что считает важным, сколько раз мы будем ходить в гости к тёще А сколько раз мы будем видеться с нашими общими друзьями, а сколько ты теперь будешь ходить к своим Это же притирка, это же колоссальный процесс, там много конфликтов Вообще, одна из самых тревожных вещей, которые я слышу от пар, мы не ссоримся И в этом смысле ссоры, кстати говоря, с точки зрения терапии и терапевта семейного Количество ссор и, ну скажем, вообще наличие конфликта в паре Не является предсказателем того, насколько долго они пробудут, насколько счастливы они будут Конфликты есть везде Вопрос именно в том, что если в конфликте я затронут, то я могу с тобой говорить об этом Я могу показать уязвимые чувства, да, мы не остаёмся на уровне «ты злой, я злой» А я могу показать грусть, я могу показать какие-то такие более уязвимые чувства Такие, которым, кстати говоря, ещё и проще сочувствовать, да Довольно трудно согласиться сочувствовать злости И гораздо легче сочувствовать грусти или одиночеству, чему-то такого Рома, кадр с бэкстейджа Мы с Ильей готовились к программе, шли по длинному коридору, редакционному И Илья говорит, ну вот, наверное, придёт Рома А, я говорю, вот с Ромой мы сегодня обсуждаем счастливый брак Илья говорит, интересно, что бы он нам рассказал Наверное, то, что надо договариваться и обсуждать и разговаривать в браке А Илья говорит, ну что вот Рома всегда говорит, надо разговаривать А люди-то что делают? Отношения выясняют Я говорю, слушай, ну мне кажется, в принципе, это одно и то же Я говорю, просто если они интеллигентно это делают, то они разговаривают А если неинтеллигентно, то они выясняют отношения Ну слушай, знаешь, вообще у большого количества пар, которые ко мне приходят Я вижу вот это вот, что уже при слове «давай поговорим» Обычно у мужчины в паре, когда женщина говорит, нам надо поговорить Он уже весь сжимается и бледнеет, краснеет и пытается исчезнуть Потому что говорить-то можно действительно по-разному Можно говорить так, что я тебе буду перепиливать голову пополам, да? В течение полутора часа, мы так говорим Вопрос же именно в том и заключается, что чем лучше люди себя знают, тем быстрее И это, кстати, гораздо лучше для их отношений Они могут перейти к разговору на более глубоком уровне Не про содержание, а про уязвимость Не про такие жесткие чувства, типа злости, разочарования, фрустрации Даже обида, на самом деле, штука очень поверхностная Обида – это грусть плюс злость Особенно если речь касается... Поэтому вот чем быстрее мы перейдем от нас снова к глубокому К такому, где я действительно вижу, что вот, ага, вот Эти вещи происходят очень понятные, прозрачные И такие легко вызывающие сочувствия Вот тогда от этого мы можем договориться, какие бы конфликты между нами были Я перед программой прочла социологическое исследование Как ты помнишь, я очень люблю читать американских социопсихологов Которые занимаются социологией именно в семейной сфере И они выяснили количество счастливых пар Ну, они составили некий список того, что нужно сделать Для того, чтобы пара по прошествии лет могла сказать, что они счастливы Во-первых, уменьшает количество счастья житье до брака Даже если вы живете с будущим вашим мужем Уменьшает количество счастья большое количество партнеров Которые были до брака То есть, грубо говоря, когда тебе не с чем сравнивать, жизнь твоя гораздо легче и проще В-третьих, что счастливее чувствует себя пара, у которых была свадьба Причем свадьба была большая С большим количеством гостей Потому что пары чувствуют некую, что ли, общественную ответственность 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 Ну, а это, кстати, немаловажный факт Слушай, ну ты, кстати, очень смело переходишь от фактов к выводам, к интерпретации Я был бы здесь поосторожнее, потому что тот факт, что люди, у которых был брак, более счастливы На самом деле ничего не говорит о браке как таковом Что делает ли людей брак счастливее Или более счастливые люди просто имеют привычку вступать в брак Они изначально были уже счастливы, а поэтому они стали брачущимися Нет, там именно прям исследование было Ну так правильно, правильно, но вопрос, как эти факты интерпретировать Да? Потом, то, что ты сказала, подожди, напомни мне, что еще там было? Второй факт Да, что счастливее те, кто не живет до брака, у которых было меньше партнеров Меньше партнеров Меньше партнеров Здесь вопрос не в сравнении, а в накапливании негативного опыта, скорее всего Да? Один из возможных Я не могу с тобой согласиться, потому что если у тебя было много партнеров Значит, у тебя, в принципе, много негативного опыта Иначе ты бы остался с одним этим партнером Правильно, да Но здесь вопрос не в сравнении, как таковом, да? Потому что, знаешь, как люди говорят, да? У меня было пять браков, и все были очень счастливыми, да? А, знаешь, а с другой стороны, когда много партнеров, человек говорит Да, слушай, я знаю себе цену, и ты вообще, со мной все будет нормально, ты свободен В моей практике люди с большим количеством партнеров в жизни Это те люди, которые себя знают очень плохо Потому что вообще очень трудно выбрать себе неправильного партнера Можно выбрать правильного на год, правильного на пять лет, правильного на десять, правильного на всю жизнь Это зависит от того, насколько я хорошо себя знаю Я вообще не очень хорошо понимаю, что это такое У меня было много партнеров Это я помню, я посмотрел мюзикл «Мамма ми» и подумал А это сейчас что происходит? То есть женщина, у нее было в один и тот же момент Четверо партнеров И она не понимает, от кого она родила свою дочку Я про что сейчас вообще историю смотрю? Я не представляю, каким образом может быть такое большое количество партнеров Какая большая выборка Слушай, я предлагаю взять это на следующую тему и раскрыть вопрос Что такое, когда множество партнеров И все-таки на нашем уровне Если отлиться от каких-то американских исследований Мне так все-таки кажется, что когда люди начинают выяснять отношения И возникают какие-то взаимные претензии И они идут как снежный ком Потому что Я тебе не интересен Или там, я тебе не интересна Говорит очень часто женщина Ты не любишь мою маму Тебе совершенно не интересна моя семья И вот этот снежный ком Он нарастает, нарастает, нарастает И в результате возникает какой-то, видимо, выплеск Помимо вот этого Бу-бу-бу-бу-бу-бу Глобально, мне кажется, дело в том, что у людей Просто завышенные отжидания от брака Они вступают в брак и думают Сейчас ты будешь любить мою маму Мою кошечку Я бы сказал, что надо время от времени ругаться Это правильно? Конфликтовать неизбежно Я бы не сказал, что это надо Это просто неизбежно Это просто такая часть жизни А по поводу Завышенных ожиданий Забываю все время о том, что ты говорила Я думаю, что здесь дело не столько В завышенных ожиданиях Как таковых Что просто скорее дело в том, что Ну, как тебе сказать Если люди Имеют такой огромный миф у себя в голове Что я нашел партнера Я нашел вторую половинку пазла И ничего больше не нужно делать Мы только должны теперь соединиться Да, или там добился И сейчас начнется грибутское счастье То есть счастье Начинается с момента Когда мы встретились Нет, оно в этот момент Только-только зарождается На самом деле Я поэтому всегда говорю Что влюбленность Это надежда на связь А будет она потом или нет Очень зависит от того Насколько хорошую работу Пара проделает вместе В связи с тюкетой счастливого брака Это взаимная работа Работа друг с другом Мне так показалось Да, даже если она перемежается Перемежается конфликтами